День народного единства Указом президента за активное участие в деятельности Российского исторического общества орденом Александра Невского награжден президент Российского государственного гуманитарного университета Ефим Пивовар. Орден дружбы был вручен директору Института Российской истории РАН, члену президиума РИО Юрию Петрову. Десять лет мы под вашим, Сергей Евгеньевич, руководством работаем в историческом обществе. Я считаю, что общество за эти годы сплотило историческую общественность и стало настоящим таким координатором усилий всей нашей корпорации исторической. И если наш вклад в эту работу достаточно был значим, то вдвойне приятно, что со стороны государства и нашего исторического общества такое внимание к нам проявлено. Медалей Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени удостоились заведующий отделом археологии Московской Руси Леонид Беляев и председатель отделения РИО в республике Татарстан Рамиль Хайруддинов. Эта награда, собственно, всем тем нашим региональным отделениям, число которым уже не счесть. И каждая, на любой точке карты нашей необъятной Родины действительно работает и служит и Отечеству, и Родине, и науке, и культуре. После окончания церемонии награжденные направились в выставочный зал Манеж. Там в интерьерах новые исторические выставки «Украина на переломах эпох» провел встречу с историками и представителями традиционных религий президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. В этом году Российское историческое общество отметило десятилетие своего воссоздания. Отрадно, что возлагавшиеся на него надежды, безусловно, оправдались. Все члены Российского исторического общества, среди которых крупнейшие академические институты, университеты, музеи, архивы, библиотеки и многие авторитетные историки, вносят весомый вклад в формирование общероссийской исторической культуры и популяризацию исторического знания. Участники встречи доложили главе государства об исполнении возложенных на общество поручений и предложили новые исторические проекты. Председатель отделения Рио Вуганской Народной Республики Артем Рубченко попросил президента оказать содействие в восстановлении музеев Новороссии, а председатель правления Рио Константин Могилевский, награжденный в этот день Орденом Дружбы, поднял вопрос о необходимости закрепления истории родного края в качестве обязательного школьного предмета. У нас не сформировался пока системный подход к изучению региональной истории, истории родного края. В некотором смысле это получается такое здание без фундамента. Мне кажется, это важно. И когда общаемся с учителями из разных регионов, они говорят о том, что хорошо бы, конечно, на системной основе, часы для этого все равно есть, если школы могут принять такое решение, предусмотреть изучение истории родного края. Опыт деятельности российского исторического общества позволяет сделать три очень важных вывода. По мнению Сергея Нарышкина, первый из них состоит в том, что историческое знание востребовано. Второй в том, что именно историки-профессионалы должны помогать обществу извлекать из прошлого уроки. А третий в том, что главное оружие против фальсификации и лжи – это историческая правда. Нам, в отличие от наших недоброжелателей, ничего выдумывать не надо. Россия обладает богатейшей тысячелетней историей. И достаточно эту историю объективно изучать, твердо знать и достойно продолжать. Практически все предложения историков, озвученные на встрече, были главой государства поддержаны. По словам президента, для общества, власти, граждан крайне важны объективные и полные знания о прошлом. А это значит, деятельность российского исторического общества всегда будет оставаться востребованной. Служба информации фонда «История Отечества». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова